Я хочу опять вернуться к тому, что является или кем является Слово Бога. Вот Псалом 137, 2. Так говорит Давид. Поклоняюсь перед святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою. И за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени. Вот хочу поговорить я на эту тему. Как это понимать и почему Бог возвеличил Слово превыше всякого имени? Когда мы говорим об именах Бога, у нас открывается такое величие, правда? Бог всемогущий, Бог вездесущий, Бог славный, Господь, Бог воинства, что есть выше этого? Оказывается, Слово Бога, оно выше любого имени. Не потому ли, что Слово Бога и есть Сам Бог? Он Сам есть Слово, Власть, Сила, Воля, Которая выражается в любых именах. Любое имя, Оно только показывает, характеризует, Являет Его возможности, Насколько Бог великий, Насколько прекрасный, И насколько бы не было велико имя Его, если нет Его Слова в этом имени, Оно ничего не даст. Я вот сейчас стояла, молилась и говорю, сама себе вдруг представила. Я видела такой плакат в Израиле, я даже его привозила сюда. На этом плакате написано все, ну почти все имена Бога, какие известны человеку. Этот плакат можно повесить дома. Выучить наизусть все имена Бога. Станешь ты от этого духовным. Или начнут они действовать в твоей жизни. Ничего для тебя эти имена не будут значить. Если Слово Бога не будет сказано через эти имена. Каждое имя должно для нас открываться, как откровение для тебя. Как возможность, которую Он сегодня открывает для тебя. Ведь Он не просто так сказал Моисею, что Аврааму он открылся, как всемогучий тебе открылся, как Господь. Не просто так. Ни одно имя Бога не действует без Его воли. А Его воля, она как открывается? В слове. В слове. Он сказал. И земля стала. Он сказал. И весь космос стал. Слово. Понимаете? Только тогда, когда Бог скажет, имя начинает действовать. Само по себе имя не действует. Не поможет просто знать Его имя и знать Его имена. Даже если будем знать все имена Бога. и будем их провозглашать. Если Бог не скажет, провозглашайте. Оно не будет действовать. Но если Бог скажет в сердце или как-то скажет, это имя, это вышла власть, это вышла сила, это уже действие. Это имя становится действенным и живым. Вот подумайте сами. Сатана знает имена Бога. Все имена. Я даже знаю, что у Бога есть имя, которое есть только на небе. Мы его еще не знаем. Даже Иисус сказал, я открою вам имя новое. Вы знаете, однажды так задумалась над этим. И думаю, ведь Бог нам открылся для этой земли. Во всех именах, какие Он нам дал, Он открылся для этой земли. На небе эти имена практически не нужны. на небе на небе у Него есть одно имя, объединяющее все. Это имя, которому подчинено все. Мы просто это имя не знаем. Когда придем на небеса, мы узнаем это имя, Бог откроется нам. Как сказано было, что увидим Его, каков Он есть, и узнаем имя новое. Итак, Сатана знает все имена. Я уверена, что он знает и небесное имя Бога. Потому что он спал оттуда. Что это ему дает? Хоть одно имя он может употребить со властью? Не одно. Понимаете? Не одно. Почему? Потому что нету слова Бога к Нему сказанного в этом имени. А нам Бог дарует такую возможность познавать Его имя через Слово Его. Вот, к примеру, когда Бог посылал Моисея в Египет, Он тоже Ему открылся. Он открыл Своё имя. Моисей даже взмолился и говорит, как я пойду и что я скажу? Кто меня послал? Он понимал, что нужно не просто знать, кто послал. Он понимал, что Бог послал. Но нужно иметь что-то, что действует, что подействует на этот народ. Вот я вам зачитаю сейчас Исход 3, 13-14. И сказал Моисей Богу, ну, вот я приду к Сынам Израилю и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам. Разве этого недостаточно? Бог отцов ваших? Нет, однако. А они скажут мне, как ему имя? Что сказать мне им? И Бог сказал Моисею, я сущий. И сказал, так скажи сынам Израилевым, сущий Егова послал меня к вам. Еще одно место хочу прочитать я вам. Это Исход 4, 1, 5. И отвечал Моисей и сказал, а если они не поверят мне? И не послушает голоса моего и скажут, не являлся тебе Господь? Услышьте, даже просто сказать имя можно усомниться. Откуда мы знаем, что ты это имя знаешь? Покажи нам силу этого имени. и сказал ему Господь, что это в руке у тебя? Он отвечал, жезл. Господь сказал, брось его на землю. Он бросил его на землю, и жезл превратился в змей, и Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею, простри руку твою, возьми его за хвост. Он просер руку свою и взял его и стал жезл в руке его опять. Это для того, чтобы поверили, что явился тебе Господь, Бог отцов их, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова. Он дал слово и дал силу этого слова. И всю дорогу Моисея сопровождало имя, вот это имя Бога, но с силой, потому что Бог сказал, иди с этим именем. Это имя сопровождалось чем? Знамениями, чудесами. И весь народ тоже пользовался этими чудесами. имя Бога действует Его словом. Когда Бог говорит, я Бог Саваоф, о чем это нам говорит? О том, что вышла сила сражаться, о том, что Бог вышел, чтобы сразиться за нас. А если просто мы прочитаем, что Бог Саваоф, Сила не вышла, Слово, Слово в любом имени это Сила. Вот почему Бог послал Иисуса Христа Слово на землю. Это Его Слово сошло на землю. Даже воплотилось в плоть человеческую, чтобы совершить то, с чем послал. Поэтому Иисус сказал, я не могу ничего другое сделать, кроме того, на что послан. И говорю я только то, на что послан. Потому что во всем, на что Он был послан, была сила Бога, сила Отца. На все, на что послал Его Отец, была сила, чтобы творить. Это не просто так было сказано, что Иисус Слово Бога. Это то, что выше любого имени. Вот Иоанн пишет 1, 17, 18. Ибо закон дан через Моисея, благодать же истина, перешли через Иисуса Креста. Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий внедречим, Он явил. Как явил? В Слове. В Слове явил. Понимаете? Что Бог был милосердный, все знали. что истины все знали. Но Он принес это действие. Милость и благодать и истину принес в действии. И так оставил Он нам в Духе Святом опять силу. Силу Своего Слова. В имени Иисуса Христа Он оставил силу Своего Слова. И Дух Святой действует Его Словом. Обратите внимание, что сказано про Духа Святого. Что Он будет брать от Моего и вам открывать через Слово. Все Слово. Во всем Слово. Он принес нам в этом Слове Бога, что сейчас и совершается. Спасение. Освобождение, исцеление, воскрешение и даже усыновление. И все это Слово Бога. Самое высшее, что есть, это Слово Бога. Если Бог сказал, это Сам Бог. Потому Иисус говорил, это Отец сошел во Мне, это видели Меня, видели Отца. Потому что это Слово Бога. Если Слово Бога есть, это Сам Бог и есть. Ни одно из имен Бога не способно было совершить столько, сколько было все вложено в Его Слове, которое пришло на землю. В нем собралось все. Полнота. Поэтому о нем говорится, что он полнота наполняющая все. И какое слово сошло? Только подумайте. Иисус сказал, у Иоанна записано 17, 6, 8. Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал Мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их Мне. И они сохранили что написано? Имя Твое? Нет, написано Слово Твое. Имя без слова ничего не значит. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне от Тебя есть. «Ибо слова, которые Ты дал Мне, слушайте, слова, которые Ты дал Мне, я передал им, и они приняли. Если вы приняли Слово Бога, вы приняли силу Бога, потому что Слово Бога действенно, это единственная сила Слова Бога. Я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя и уверовали, что Ты послал Меня». Так все-таки какое имя Бог открыл? Иисус какое имя открыл? Имя Отца? Этот же сам Иоанн описывает 1.14. Это Слово. И Слово стало плотью. Поймите, какое имя открыл Слово. И Слово стало плотью. И обитало с нами. Полная благодать и истины. Его Слово и сейчас полная благодать и и и и ничего не изменилось. И мы видели славу Его. Славу как единородного от Отца. И Павел объясняет очень интересно, что для нас открывает имя или внутри нас вот это Слово Бога. В этом имени сошедшее Слово Бога, что оно для нас и в нас, внутри нас. Ефесянам 1, 19-23, он говорит, как безмерно величие могущества Его в нас, только в тех, в ком Слово Бога живое. в них присутствует безмерное величие могущества Его, верующих под действием державной силы Его, это действие державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив Одесну из Себя на небесах. Вы только послушайте, куда Он поселил, посадил Слово Своё, превыше всякого начальства и власти и силы и господства и всякого имени, именующегося не только веки сем, но и в будущем. И Слово Его выше всякого имени, которое именуется здесь и даже на небесах, потому что выше Слова Бога ничего нет. Это Сам Бог. И всё покорил под ноги Его. Мы понимаем, что под ноги Иисуса Христа, но фактически под ноги Своего Слова всё покорено Слову Бога, понимаете? И поставил Его, то есть Слова Бога выше всего главой Церкви. Выше всего главой Церкви. Бог поставил Своё Слово. И всё покорил под ноги Его, и выше всего поставил, которое есть тело Его. Церковь это тело Его, полнота наполняющего всё во всём. Церковь, та, которым Слово Бога живёт, является полнотой, наполняющей во, наполняющего Духа Божьего всё во всём. Церковь, в котором живёт Слово Бога. Выше этого нет никакого имени. Этим именем, Словом Бога. Бог воскресил Христа. Бог держит эту Вселенную. Мы живы с вами. И мы стоим, и мы ходим, и мы можем даже приносить спасение другим. Словом Божьим. И не просто именем, а Словом Божьим. Запомните Его Слово выше всякого начальства, всякого имени, всякого господства, всякой власти. Это Слово Бога. Нельзя в Нём сомневаться. Нельзя усомниться. Выше Слова Бога ничего нет. И Бог всё покорил Своему Слову. Если Бог сказал, стало так, что Бог сказал, стало так, и ничего не может измениться. И нет ни власти, ни силы, которая могла бы что-то изменить, если Бог сказал. Слово является главой всем именам. всем именам Бога, Слово Его глава. Вот как важно искать Слово Бога для себя даже. Слово Бога. И сегодня именно это Слово Бога, пребывающее в нас, является силой. Оно воскрешает. Слово Бога, которое в нас должно быть живым. Не буква, не цитаты, живое Слово Бога. Понимаете, оно же живое, это же Бог. Если вы принимаете живое Слово Бога, оно действенное написано. Оно настолько действенное, что оно внутри тебя разделяет. Душевное, духовное, все делает разделение там. Насколько оно живое. Никакая цитата без Духа Божьего этого не сделает. Никакая буква не сделает живое Слово Бога. Кто только прикасается к Слову Живого Бога, воскрешает Духом. И запомните, потому что Слово Бога, это Его воля. Это Его воля. Бог сказал, то, что Он хотел сделать, и то, что Он намеревает, Он сказал. Я хочу показать вам еще один пример с Деянием, когда описывается случай с сыновьями Скевы, священником. Деяние 19, 13, 15, я зачитаю, что имя Иисуса Христа настолько было на устах у многих, что даже вот эти сыновья Скевы, священника одного, решили это имя употреблять, как некоторые любят, употреблять имя Иисуса Христа. Именем Иисуса, именем Иисуса. А у тебя Слово есть от Бога? Даже некоторые из китайшихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса. Говоря, заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует. Это делали какие-то семь сынов иудейских, первосвященника с Кевым. Но злой дух сказал в ответ, Иисуса я знаю, и Павел мне известен, а вы кто? И дальше вы знаете, побили, раздели и бежали они голенькими, удирали от злого духа. Но как же они же употребили такое великое имя. выше этого имени ничего нет. Но им оно не принадлежало. У них не было Слова Бога. Они только имя решили употребить. А ничего имя не значит. Знаете, сколько Иисусов в Израиле? Это просто имя. Эммануилы тоже просто имя. Но когда это Слово Бога имя становится силой, когда это Слово Бога, тогда все трепещет. Ад трепещет. Ад трепещет, когда произносится Слово Бога Иисус. Не просто имя, Иисус, иди сюда. А Слово Бога Иисус. Вы разницу слышите? Вот почему с ними случилось так. У них не было слова. Можно сказать, у них веры не хватило, как некоторые любят все приписывать к вере. А я вам скажу, как раз-то вера у них была. Они потом взяли это имя, что они увидели, действуют, поверили и решили использовать. Слово не было. Духа не было. Воли Бога не было. Все. Имя ничего не значит. Если это не Слово Бога. Еще хочу одно место показать. Иисус сказал это в Откровении 2.16. Когда Он обратился к Пергамской церкви и сказал покайся. А если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними чем мечом уст моих. Не покаявшихся. Чем Он сразит? Словом. Вот какая сила у Слова Бога. Он Сатану как сразит? Словом. Слово Бога это такая сила. Вы знаете, я хочу чтобы вы поняли, если что-то Бог сказал, это такая сила уже вышла и уже действует, что все другие силы ничто. Потому что Слово Бога вышло. И вот мы читаем в Откровении 19.20.21. говорится, что схвачен был зверь и с ним лжепророк и производящий чудеса перед ним, которыми он обольстил принявших начертания зверей, поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное и горящие серое. а прочие убиты мечом сидящего на коне исходящего из уст его. Из уст его. Вот где меч, Слово Бога. Поэтому он нам дал Слово Бога, как меч обоюдоострый, который сражает врага. Но только не братьев и сестер нам лупить на Слово Бога. А врага направлять правильно надо меч. Еще одно место хочу показать вам. Как Павел сказал к одному возгордившемуся. 1 Коринфян 4 18 20 Он пишет так. Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились. Но я скоро приду к вам, если угодно будет Господом. И испытаю слова возгордившихся. То есть не слова возгордившихся, а силу. Ибо Царство Божье не в словах, в силе. Слово без силы Бога ничто. Человеческое слово ничто. Но если там есть сила Бога, тогда оно приобретает власть. Если Бог через тебя сказал это власть, это очень понятно должно быть нам, живущим в духе, по вере. Когда-то Павел, то есть Петр и Иоанн шли мимо храма, вернее шли в храм. И возле храма сидел один, все время он там сидел нищий, больной, немощный. И вот однажды случилась интересная история. Я все время над этой историей задумывалась, потому что ее по-разному трактуют. это Деяния 3, 4, 8 описывается так. Петр и Иоанн смотревшись в этого больного сказали взгляни на нас и он пристально посмотрел на них надеясь получить от него что-нибудь от них что-нибудь. ну я так понимаю что Петр увидел что он надеется получить что-то материальное монеточку и сказал серебра и золота нет у меня а что имею то даю тебе во имя Иисуса Христа на заре встань и ходи и взяв его за правую руку поднял и вдруг укрепились его ступни и колени и вскочив встал и начал ходить и вошел с ними в храм ходя и скача и хваля Бога я слышала такое мнение что вот Петр посмотрел на него он посмотрел в глаза приобрел веру там целая демагогия здесь слово очень четко говорит что когда посмотрел нищий он ожидал получить серебро там веры у него никакой не было получить бы денежку потому что все ему дают и очень хорошо сказал Петр золото и серебра нет у меня что имею дам тебе дам что они имели они имели слово они имели слово Бога в имени Иисуса Христа они несли слово Бога в этой силе в этой славе Иисуса Христа в этом имени и это имя воскресило это имя подняло это имя исцелило имя в силе в силе Духа Божьего почему сила Духа Божьего действует в ком оно действует в ком живет слово в ком живет слово Бога если в вас будет жить Слово Бога, в вас живет сила этого Слова. Тогда имя Бога Иисуса Христа будет действовать Словом Бога, сила Его. Почему? Потому что Бог послал на землю Слово Свое. Слово Свое. Для чего? Чтобы бесов изгонять больных исцелять, мертвых воскрешать, всем помогать, принести свободу, принести пробуждение, принести освобождение. Это делает сила Слова. Поэтому все, что нам надо иметь внутри себя Слово от Бога, сил, тогда имя Его становится превыше всякого имени. Почему? Потому что это Слово Бога. Я призываю вас иметь живое Слово Бога внутри себя. Призываю вас понять, что именно этому Слову все покорено. Именно Слову Бога все Бог починил, под ноги положил. И выше Слово Бога нету ничего. И нет никакой власти. Поэтому имейте Слово Бога. Пусть оно живет внутри вас. В этом имени. Потому что оно в этом имени сошло сюда, на землю. Примите. Как Он, Иисус сказал, «И приняли». Иисус сказал, «Я открыл им имя, и они приняли». Примите живое Слово Бога. Живое. Пусть оно внутри вас живет. Слово Богу. Редактор субтитров А.Семкин Продолжение следует...